Дим, расскажи, когда приехал, как провел первые дни в Владикавказе? Прекрасно провел. Я очень много ел. Тут очень вкусно, очень приятно, люди приятные. Сейчас ездили с ребятами в горы на экскурсию. Тоже очень хорошо. Воздухом подышались, смотрели вообще шикарно. Дим, последние соревнования у тебя были в Гран-при на Кубе. Расскажи немного об этом турнире. Ну, Гран-при на Кубе, хороший турнир, его выиграл. Мне поэтому очень понравился. Спасибо. Там тоже очень тепло и хорошо. Так что мне очень нравится ходить в местах, где хорошо вообще и приятно. Чемпионат России – это уже 10-е соревнования для тебя в этом сезоне. Какие из них были самыми сложными, какие положительные по эмоциям, какие, может быть, ты хотел бы немножко лучше выступить на них? Ну, я думаю, что самый тяжелый период у меня был где-то в районе декабря-января, середина сезона, когда вроде прошли первые международные турниры. Там были турниры сильнейших, Кубок России. Тяжело отдаются, когда после на эмоциях, после международных приезжаешь сразу несколько российских. Ну, тяжело себя собирать заново. Ну, в общем, сейчас уже снова покатилась самая такая интересная часть сезона. Начинается олимпийский отбор в следующий турнир. И поэтому сейчас уже эмоции сами приходят. Прошел месяц между чемпионатом России и Гран-при на Кубе. Как провел это время? Была возможность немножко отдохнуть, может быть? Да, да. Нам дали две недели, ну, меньше двух недель отдыха. Потом у нас был сбор во Франции с французской командой, мы похитовали с ними. Потом провели время еще пять дней в Кисловодске. Довольно тяжелый сбор по условиям, прямо скажем. Но, в общем, готовились там. Как оценишь сейчас свое выступление в группе? Хорошо я выиграл все бои, но группа вообще ничего не значит абсолютно. Это просто предварительный турнир. Все, сейчас, опять же, самый интересный начинается где-то через час. Набуль дал за тобой сейчас на дорожке во время выступления в группе. К каждому бою подходило, как к последнему, с накалом, с эмоциями. Не боишься растратить эмоции только к финалу? Нет, у меня как раз их обычно достаточно. Я считаю, что вообще нужно фехтовать всегда так, как будто ты по-серьезному. Если ты выходишь на дорожку, то стоит фехтовать. Потому что тут ребята многие, они же, допустим, знают, что я где-то хорошо выступаю, что я там высокий уровень спортсмена, они очень хотят у меня выиграть. И за счет этого они могут стать сильнее, даже будучи слабее меня технически, тактически. Поэтому нужно прикладывать усилия, нельзя рот раскрывать особо. Как оценишь свою форму сейчас? Хорошую, хорошую. Я набираю, думаю, сейчас хорошо я себя чувствую. Да, как хорошую. Какие планы после чемпионата? Там будет Санкт-Петербург, да, что дальше еще? Да, у меня домашний турнир в Петербурге, а потом несколько дней отдыха, сбор в Москве и турнир в Шанхае. Последний, заключительный этап Кубка мира в этом сезоне. Спасибо тебе большое. Надеемся, что увидим тебя в финале сегодня. Спасибо.